Быстрый обмен фланговыми атаками, пристрелка, голевые моменты. Первый создали гости. Прорыв слева. Сергей Дудкин бил метров с 13. Иртыш выручил вратарь Никита Гарон. Наша команда чаще атаковала через центр. Никита Антипов мог открыть счет в матче. Мои моменты были, должен был находить. Команда хорошо разыгрывала на меня мяч. Я ими доволен, с собой нет. Новая атака Иртыша. Хороший навес Никиты Комарова. Сергей Буланов пробил чуть выше перекладины. И еще один момент у Антипова. Наш полузащитник прорвался к линии штрафной, но решил сыграть на Буланова. Нашему форварду пришлось улучшать позицию. Иртыш наседал. Около тысячи болельщиков активно поддерживали нашу команду. Напряженная игра. Наши ребята хорошо атакуют. В защите у Читы есть небольшие разрывы. Надеемся, что наши ребята забьют. Резвая атака на старте второго тайма. Буланов здорово прорвался по правому флангу. Опытный защитник гостей Андрей Волгин сумел дотянуться до мяча. Неожиданный, но очень мощный ответ Читы. Прессинг, отбор, острые передачи под открывание, рывки, давление. Серия опасных атак. Наши футболисты дружно защищались. Центральный защитник Иртыша Станислав Мореев и Илья Мясникевич хорошо страховали партнеров. Чита команда более опытная, более возрастная. Поэтому, естественно, что они где-то за счет опыта выигрывали борьбу. Где-то умный пас умели отдать. Но я считаю, что мы выдержали. Опаснейший момент. Фланговая атака Читы. Прострел. Нападающий гостей Андрей Разборов поразил ворота Иртыша. Мяч отскочил от нашего вратаря. А другой игрок Читы находился в офсайде. Гол не засчитали. Главный тренер Иртыша Александр Дериповский срочно провел несколько замен. На поле вышли Станислав Юдов, Антон Багаев, Станислав Бевза и Алексей Орлов. Но быстрого эффекта не получилось. Чита продолжала наседать. Лишь на финише матча Иртышу удалось выровнять игру. И удача едва не улыбнулась нашей команде. Но моменты были у футболистов Читы. Вратарей сыграли надежно. Матч завершился в ничью 0-0. Замены у нас не усилили. Как, например, у соперника. Вышел нагибинг, вышел разбор. Там скорость, там разум. Но у нас уже на протяжении второго сезона бывает такое, что игроки выходят на замену и не усиляют игру. Следующий матч в домашней серии Иртыш сыграет в воскресенье. Наши футболисты сразятся с одним из лидеров нынешнего первенства клубом «Зенит» из Иркутска. Владимир Истовин, Сергей Гаврилов. Антенна 7.